Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Узайца. И сегодня мы с вами разберем одно из видео, которое я нашел у себя на компьютере. Это черепашка-ниндзя в детском саду. Может кто-то возьмет для себя какие-то новые игры, может кто-то игры переделает под свой лад. Один аниматор, 20 человек детей. Поехали, разбираем программу. Итак, первое, что мы видим в этой программе, это аниматор знакомится с детьми. Он требует внимания от всех детей. И внимания, причем, всего лишь пальчиком. Эта игра на внимательность, она проводится в самом начале, после того, как аниматор поздоровался. К сожалению, у меня нет съемки, где было до этого момента игры. Черепашка-ниндзя пока не спустился к детям на площадку, на игровую. Он проходил мимо этой площадки несколько раз к другим детям. И черепашку звали. То есть все дети, плюс именинник, так как они были в колпачках, они звали черепашку, потому что дети знали, что праздник у них. А черепашка идет мимо. Это была мини-игра черепашки к детям, когда он специально проходил мимо. Но при этом он делал это очень забавно. И дети специально звали прям эту черепашку к себе в гости. Помогала воспитательница и помогала мама, так как они все вместе кричали, «Черепашка, тебе сюда!» Смысл игры «Покажите пальчик» в том, чтобы дети начали аплодировать. И с этого начнется у нас праздник. Дети аплодируют. Сначала по одному пальчику берут. Берут по одному пальчику и начинают хлопать пальчиком пальчиком. Аниматор говорит «Я ничего не слышу». Дети, вы слышите? Дети тоже говорят, что ничего не слышат. Потом аниматор предлагает по два пальчика. Потом по три пальчика. Потом по четыре пальчика. В конце концов, в данном случае у черепашки ниндзя всего, если не ошибаюсь, три пальчика на руке из-за перчатки. И он говорит «Что? У вас больше пальчиков? Как это? Смотрите! У вас должно быть столько пальцев!» Показывают три пальчика. А дети говорят «Нет, настолько!» Он говорит «Ммм, интересно, а получится громко пошуметь, если вы всеми пальчиками похлопаете пальчики о пальчики?» И они такие «Да!» И начинают хлопать. Аниматор завлекает в себе внимание. Причем это начинается прям с аплодисментов. С аплодисментов, которые мы дарим имениннику в самом начале. Вот так все похлопали. Поехали дальше. Смотрим. Получается, аниматор ведет диалог для того, чтобы понимать, насколько дети знают этого персонажа. Черепашку ниндзя и все, что связано с мультиком. У черепашки ниндзя есть свой игровой план. Как только аниматор поворачивается, дети замирают. Черепашка предлагает не просто идти, и как только он поворачивается, дети замирают. А идти, чтобы дети повторяли за ним движение. И при этом каждый раз, когда аниматор меняет движение, он все время говорит, с чем это связано. Как вы можете наблюдать, аниматор положил на землю что-то вроде каната. Только вот красного цвета. Это такая мягкая породовая штуковина, которая используется в нескольких играх. Вот в данном случае она используется именно сейчас на земле, как полоса препятствий. Плюс добавление обруча, дети уже начинают пролезать. Сюда можно еще добавить в эту игру шарики, которые с резинкой. Все знают эти шарики, надуваются они такие огромные, эти шары с резинкой. И если ими начать так вот крутить, то получается дети должны проходить по этой канатной дороге, но при этом не должны наступить вправо или влево, а при этом еще и аниматор крутит этими шариками, и он должен будет проскочить. На заметку вам. И вот теперь вы можете наблюдать игру с канатом. Игра с канатом с импровизацией в виде мима. Смысл этой игры в том, что дети спятались в доме. Домиком служит канат, который выложен, как вы видите, в форме квадрата. Аниматор обыгрывает эту игру путем фантазии, причем фантазирует он вместе с детьми. Но он это показывает как мим, разнообразные предметы. Например, сейчас он достает ключ, и этим ключом открывает дверь. После того, как он открывает дверь, он заходит детям в домик. А у детей что? У них разыгрываются фантазии, и они, естественно, разбегаются в разные стороны. Также он пролезал и в окно, и пролезал в трубу, и залезал по лестнице. То есть это чисто такая игра, где аниматор детям словесно рассказывает о том, чего нету, и дети в это верят. Но только чтобы реаниматор не находился с детьми в одном месте, потому что дети тогда проиграют. Он может перепрыгивать в домик и выпрыгивать из домика. Аниматор. Дети тоже должны именно прыгать. Почему именно прыгать? Потому что в прыжке они не разгонятся и друг друга не ударят. То есть техника безопасности. Если они будут разбегаться, вот как сейчас было в этой игре, то они могут просто пораниться или удариться. Но опять же, зависит от того, как вы проводите и насколько вы видите ситуацию. Клюшка, кегля и арбузик. Это игра, где аниматор поделил детей на команды. Здесь он поделил по примерно 9-8 человек в команду. Здесь есть ошибка. Ошибка в том, что некоторые дети не умеют держать клюшку. Не в этом суть. Эта игра была здесь лишней. Три команды, три клюшки. Можно сделать еще одну команду, чтобы четыре было команды. Четыре клюшки, четыре кегли, четыре арбузика. Чтобы можно было обводить вокруг кегли. И при этом игра получается не затянута. Играют все, дети не разбегаются. И они проходят каждый. То есть если перед ребенком стоит всего лишь 5 человек, то эта игра пройдет более-менее динамично. Если перед ребенком стоит все 10 человек, то игра будет очень затянута, естественно. И поэтому аниматор разделил их на три команды. Можно было разделить на четыре, можно было больше. Ну, больше смысла нет. Четыре команды разделить, это нормально. Тем более для одного аниматора. Поехали дальше. И мы видим дискотеку с мыльными пузырями. Аниматор отделил канатом ту зону, за которую дети не должны заходить, так как они все подходят и руки суют в генератор. Последнее, что мы делаем, это надуваем шарики для моделирования. Чтобы не терять на это время, шарики надуваются в течение игры, причем диджеем. И как только программа у нас подходит к концу, то шарики просто достаются, раздаются всем детям. Очередь небольшая. Ну, на это примерно уходит минут 5, чтобы одному аниматору сделать всем детям по шарику ШД. Вот такой мини-обзор у нас только что был на программу «Черепашек и ниндзя». Я думаю, что некоторым зрителям это видео будет полезно, так как вокруг полно профессионалов. Естественно, вы об этом уже все знаете, и вам это не нужно. Но поверьте мне, мне до сих пор пишут в социальных сетях те, кто и этого даже не делает. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комменты. Если есть вопросы, задавайте, спрашивайте. Я стараюсь на них отвечать прям сразу же. Потому что что? Я люблю свою работу. Я не гребу за это бабло. А жаль.